Пожарная часть номер 19 считается образцово-показательной. Здесь на вооружении стоят новейшие разработки в области пожаротушения и самая современная техника, в том числе специального назначения. Когда даже, допустим, невозможно подойти близко к очугу пожара, как раз-таки для этого существуют лафетные пожарные стволы. То есть, если, допустим, ручной ствол, который я вам показывал, там максимум 7-8 литров он может давать производительность, то вот этот лафетный ствол, он может давать производительность 40 литров в секунду. Экскурсию пожарные провели для 35 школьников. Ребятам в первую очередь рассказали, как и с помощью чего спасатели ликвидируют ЧП. Продемонстрировали работу пожарной стрелы, ну а потом разрешили подрастающему поколению все потрогать и посидеть в настоящих пожарных машинах. Эта экскурсия не совсем ознакомительна, отмечают в городском управлении защиты населения. Месячник гражданской обороны преследует определенные цели, главная из которых – повышение уровня заинтересованности населения в области собственной безопасности. Мы прекрасно понимаем, что будущее нашей страны – это образованные, воспитанные дети. Поэтому управление образования города, управление гражданской обороны совместно с федеральными структурами, в честном взаимодействии со всеми школами занимаемся вот этими вопросами. На этом мы не остановимся. У нас впереди сейчас идет вопрос согласования по аналогичным мероприятиям и с УВД города, и с ГИБДД, и с Росгвардией, поэтому работа будет продолжена. В итоге экскурсии получилось две. Школьникам показали работу Центра управления кризисными ситуациями. Ребята узнали, что такое космомониторинг и что термоточка на карте лесных пожаров – это зарегистрированная в момент пролета спутника повышение температуры на поверхности Земли. Спутники позволяют обнаруживать пожары площадью от доли гектара до нескольких десятков. Вот фактически космоснимок, вот находимся мы, Адлер, вот это территория Красная Поляна, вот хребет Таибра. Вот у нас термоточки ближайшие, это на территории Республики Абхазия. Это вчерашний вечерний снимок. Вот по этим снимкам можно сказать, где облачность, где снег фактически и где термоточки. Школьникам рассказали, что сегодня в стране создана целая система гражданской обороны, в которую входят как подразделения МЧС России, так и другие органы власти, различные ведомства и организации. Важное направление их работы – подготовка населения к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных происшествий. И в мероприятиях гражданской обороны население должно участвовать с молоду, уверены сами наставники школьников. Все, что они сейчас видят, могут с этим соприкоснуться, потрогать, попробовать, увидеть все снаряжение настоящего пожарного. Я думаю, что дети более серьезно осознают всю данную профессию и вообще профессию военных, пожарных, которые защищают, оберегают нашу страну, наш город от различных бедствий, от которых мы не застракованы. Итогом месячника гражданской обороны должно стать повышение уровня защищенности населения Сочи. А потому горожанам еще не раз напомнят правила поведения на проезжей части, в лесу, на воде, расскажут, как себя вести во время пожара, наводнения, при обнаружении бесхозных предметов и в других опасных ситуациях.